Добрый вечер, благословения, дорогие мои друзья! Слава Богу за каждого из вас, и что мы можем снова встретиться. Я благодарен Богу, что мы сейчас на прямом эфире, и мы будем говорить весь этот месяц по теме благодарность. Поэтому это месяц благодарности Богу. Аминь. Халлелуя. Халлелуя. И я побуждаю вас, пересылку делайте или перепост делайте вашим друзьями, с кем вы служите или ходите в одну и ту же церковь или даже в соседние церкви. Грубо говоря, братьям и сестрам, и те, которые еще не стали, но через вас станут верующими в Иисусе Христе. Пусть Господь благословит это финное время. И моя молитва. Благодарю Господа за вас, чтобы его сила явилась в исцеление, подкрепление, восстановление и благословение вас. Я молюсь, что Бог дам откровение, которое вы возьмете для себя, чтобы измениться к лучшему во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами начали вчера говорить о том, что благодарность порождает победу, порождает перемене благословения. Благодарность порождает благословение. И мы вчера говорили о Иове. Но прежде мы говорили о том, что Библия повелевает нам о благодарности или благодарности Господу. Библия говорит, что мы должны всегда благодарить Бога и во всякое время всегда благодарить Господа, ибо такова воля Божия о нас. И мы говорили и привели пример о человеке, который по имени Иов, который Бог дал свидетельство о нем, и о нем же дал свидетельство Сатана. Бог говорит Сатане о Иове, что он человек справедливый, непорочный, верный, удаляющий от зла. И Сатана говорит, да, это правда, это такой человек. Но Сатана говорит о том, не повторяя то, что Бог сказал, но говорит о том, что Бог оградил Иова, и из-за этого он не может прорываться к Иову, чтобы испортить его жизнь. Его цель прийти, убить, погубить, разрушать. И он искал всяческие возможности, влезть в жизнь Иова, а в ходе от его жизни, значит, он влезет в семью Иова, в жизнь его детей, и разрушить все, разбивать семью. И он не мог, он не мог. Почему? Почему, по его словам, Бог оградил Иова, защищает Иова, и его имущество, его скота, скоты, и животные, и фемесство, Бог защитил Иова. И Сатана говорит, я не могу, я хочу, не могу. Если ты мне позволишь, я это сделаю, доказать тебе, что Иов, он не такой человек, о котором ты говоришь мне. Что он верный, непорочный, справедливый, удаляющий от зла. Если ты дашь мне это возможность, я тебе докажу. И Бог доказал, сказал Сатане, иди, делай то, что ты хочешь, или то, что ты сказал. И в это время Иов не знает, что происходит. И об этом я буду говорить сегодня, о нашей вере. Благодарность за твою победоносную веру. Сатана начал испытать Иова. Отобрал у него все. Жена последняя ушла. Десяти детей все умерли. Все его богатства, все исчезло. Все его работники, у него было многих работников, они все ушли. Многие из них тоже убили. И Сатана возвращается к Богу, чтобы сказать Богу, я сделаю то, что я задумал, но ничего не получается. Он еще верит тебе. И Бог говорит Сатане, видишь, он еще верный ко мне. Он еще справедливый, непорочный. И Сатана говорит, ааааа, это не касалось его кости, его плоти. Все, что я сделал с ним, касалось его детей, его жене, его богатства, его слуги. Это не касалось его плоти и кости. Да позволь мне это доказать тебе. Дай мне шанс еще раз. Позволь мне. И Господа говорит, вот он при тобой. Он пошел и просто сыпался на его язве, которая была страшной. И он заболел сильно, потерял все друзья, потерял все. Но он держался крепко в свою веру. Сатана проиграл и ушел. Все две испытания у него успех не было. Моя молитва, что твоя вера победит. Каким путем бы Сатана не буду приходить, чтобы испытать кого-либо из вас, у него не получится. Потому что ты не сдался на твою веру. И как Сатана свидетельствовал, что Бог оградил Йова, так он ограждает и тебя. Аминь. Но это дал Йова определенный опыт. И 42 глава, когда Бог говорит с Йовом, Йов осознал что-то, понял, что Бог может делать. И второй стих, он говорит, 42 глава Йова, второй стих, он говорит, Ибо знаю я, что ты все можешь. Это очень важно, что он говорит, что он знает Бога, что Бог все может. Это синяя слова. 42 глава, второй стих. Знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. У Бога есть намерение, конкретное для нас. Но наша вера нужна в этом. Верить в Бога. Даже когда мы проходим трудности, нам нужно верить в Бога. И благодарить Господа. За что мы будем говорить об этом сегодня? Йов не говорит ни слова против Бога. И не согрешил уставник. Потому что что-то знал о Боге. Он знает, что Бог может обратить все зло ко благу. И написано, что так и произошло. Когда мы читаем стих. Когда мы читаем стих 10. И написано. И воссратил Господь потерю Йова. Когда Он помолился за друзей Своим. И дал Господь Йову двое больше того, что Он имел прежде. То есть Йов знал что-то. Если Он не сдался, И будет держаться за свою веру. За это испытание стоит двое благословение. Аллилуйя. Поэтому Йов верит до конца. И его вера была оправдана тем, что Бог два раза благословил его. По имуществу Он получил два раза больше. Если раньше у него было 7 тысяч валов, у него стало 14 тысяч. Жена вернулась. Родились еще 10 детей. И он жил до 140 лет. Полной силы. У меня такое чувство, что Бог сделал так для кого-то. Он благословит тебе за то, что ты не сдался на свою веру. Ты прошел испытание. И Бог вознаграждит тебя. И защитит тебя. И будет ограждать тебя. Во имя Иисуса Христа. Поэтому за все благодарите Господа. И это приведет нас к Риллианам 8 глава. Давайте посмотрим еще раз. Риллианам 8 глава. Риллианам 8 глава. Когда мы читаем 26 стиха, как вчера, так же Дух Божий подкрепляет нас немоща наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными. Испытая же СССР, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за свете по воле Божьей. И мы молимся, мы благодарим Господа, и это есть воля Божья о нас. Но смотрите, не всегда мы знаем, о чем молиться. Не всегда мы понимаем, о чем молиться. И смотрите, что написано, что «Ибо мы не знаем, о чем молиться». Он не говорит о том, что мы не молимся. Мы молимся, но мы не знаем, о чем молиться. Не всегда мы знаем, о чем мы молимся. Не правда ли? Не всегда мы понимаем, о чем мы молимся. И не всегда мы молимся правильно. Но Святой Дух знает, о чем молиться, и как правильно молиться. Часто, когда мы проходим трудности, мы проходим испытания, мы проходим какие-то трудности или ситуации, мы хотим молиться Богу, но иногда нас накрывает боль, нас накрывает вопросом, где ущепить уши наши, если Бог тебя любил, если у тебя верный, если так, 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 и мы начинаем сомневаться, а многое обетование Божие для нас касается, наше здоровье, нашей семьи, наших детей, нашей работе, наше служение, мы начинаем сомневаться, будет ли это обетование или не будет, Бог благословит или не благословит, Бог исцелит или не исцелит, у нас возникает много вопросов, и мы сбиваемся и даже не знаем, о чем молиться, но когда мы отдаем Святому Духу место нашей жизни, и мы начинаем молиться Духом, чтобы угасить Духом, мы начинаем петь сарми, мы начинаем славить Бога, мы открываемся со нашей, и даем Святому Духу доступ, чтобы Он обязался за это, взялся за этим и молиться за нас, а когда Он молится, Он молится точно-точно и точку-точку, и у него получается лучше, чем тебя и меня, Аллилуйя. Поэтому Павел пишет, у нас бывают немощи, у нас бывают немощи, и когда мы не знаем, что сказать о нашей немощи, нашей трудностях, Дух Святой знает, как это сказать. Он не отрицает, что мы не молимся, мы ничего не делаем, мы что-то делаем, но не получается, но когда Дух Святой приходит, вместо нас лучше получается. И моя молитва, все, что у тебя не получается, Дух Святой берется и сделает так, чтобы у тебя получился во имя Иисуса Христа, но дай Ему доступ. Второй момент, Иов говорит, я знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Это есть выражение вера. Я верю, слово, я знаю, и Месса также веду, я верю, что ты все можешь. Я знаю, это информация, которая обладает, какие-то свидетельства, что ты когда-то сделал. Но в данной ситуации я верю, что ты можешь все делать. Они сказали, я знаю, что ты все сделал, ты все можешь сделать, то есть сейчас и завтра, и в будущем. Аллилуйя, аллилуйя. И также Павел пишет, что не знаем, как молиться, а Дух Святой знает, как молиться. И Он побуждает нас именно из-за этого, благодарить Бога за все, даже когда я не понимаю. Что значит Иов говорит, я знаю, другим образом, я верю, что ты все можешь. Он говорит, я вижу свое состояние. Я помню, как ты благословил меня, огородил меня от дьявола, защитил меня и мою семью. Благослови меня, богатство. Я знаю, у меня есть свидетельство. Но сейчас все исчезли. Все ушли. Близкие друзья осуждают меня. Жена осуждает. Дети умерли. Богатство исчезло. Сруги нет. Остаться одни с болезнями. Это не мужчина. Духовное и физическое. И Он говорит, я знаю, другими словами, я верю. Во что Он верит? Он верит, что это Бог его наказал? Нет. Он верит в возможности Божьи. Поэтому Он говорит, я знаю, что ты все можешь. То есть, у тебя возможности больше, чем у меня. У Святого Духа больше возможностей, чем у меня. У Святого Духа больше пути и выше пути, чем у нас с тобой. Аллилуйя. Поэтому, когда Иов говорит это, он смотрит на то, что Бог может делать, не то, что Он может делать. И я побуждаю вас, неважно, в чем ты проходишь, запомните, с января до сегодняшнего дня, есть много, что мы с вами можем смотреть, что Бог творит. И теперь осталось нам несколько дней до конца этого месяца. Мы сегодня на четвертый день. И осталось где-то 27 дней. Смотрите на возможности Божьи, что Бог может делать для тебя. Не то, что Сатана может делать. Сатана много беда, проблем принесли Иову, его сыновей, его семье, его жене. Часто Иов говорит, ты глупая женщина. Она не просто глупая, неразумная женщина. Не просто неразумная. Ее больно, что муж следует за Богом. И якобы Бог, вот как оплатили его. Верит Богу. Она не понимает, не понимает некоторые вещи. Она смотрела на все это. А ее в это время смотрел на то, что Бог может делать. Если он однажды благословил, он снова может благословить. Если он однажды исселял, он снова может исселить. Если он однажды избавлял, он может снова избавить. Если он однажды искупил, он снова может искупить. Если он однажды благословил, снова может что? Благословил. Потому что он вчера, сегодня, вовеки тоже. Халлилуйя. И поэтому Павел дает нам понять. Он есть тот, который испытывает сердце, зная все. Какая мысль у Духа. И он, Иисус сказал, возьмет от Отца во имя Мое и даст тебе. Халлилуйя. Теперь я хочу, чтобы вы открыли со мной Рилеаном первая глава. Благодаря нас за твою победоносную веру. Рилеаном первая глава. Мы будем читать с 8 стиха. Что здесь Павел пишет? Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа. за все вас. За что? Что ваша вера, или вера ваша, восхищается во всем мире. Сидите мне Бог, которому служу Духом Моим. Во благовестовании Сына Его. Что не перестану вспоминаю о вас. И всегда просят молитву моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Для чего? Желаю увидеть вас, чтобы преподавал вам некое дарование духовное, как утверждение вашим. И также, то есть, утешиться с вами верою, общей, вашею и моею. О, не хочу, братья, оставить вас неведенны, чтобы я многократно намеревался прийти к вам. Но встречал препятствия, даже донения, чтобы иметь некий плод. И у вас, как и у прочего народа. У меня есть опыт, у меня есть такие свидетельства, что Бог творит в другие места. Но давайте обратим внимание на восьмой стих. Прежде всего, то есть, сначала, на первом месте, хочу благодарить Господа Бога, моего, через что Христа, за все вас. За что? Вера ваша известна всем. Вера ваша возвышается, то есть, говоря о вас во всем мире. О, аллилуйя! О вашей вере говорят о всем мире. Да, у вас есть какие-то трудности. И Павел говорит, я хочу прийти к вам, чтобы утешить вас в нашу общую веру с вами. Хочу прийти. Есть какие-то трудности. Есть какие-то проблемы, немощи, испытания. Но все-таки, как вы стоите твердо, а вас возвышаются во всем мире. Во всем мире люди говорят о вас. Ваша вера дошла до многих, что несмотря на недостатки, проблемы, трудности, болезни, вы продолжаете распространять веру Иисуса Христа. Вы продолжаете проповедовать Евангелие. Вы делаете так же, как мы делаем. Вы не останавливаетесь. Вы мимо трудностей прорываясь, вы не сдаетесь. Это не значит, что вы не люди, не чувствуете, вы чувствуете, у вас те же тела и плод, как другие. Но у вас есть что-то, о котором весь мир говорит. Я молюсь, чтобы о вашей вере по всему миру будут говорить. Я молюсь, чтобы о вашей вере люди будут говорить там, где ты живешь, там, где ты работаешь, в городе, где ты живешь, в цепи, куда ты ходишь. Люди будут говорить о твоей вере, чтобы у тебя победоносная вера. У тебя вера, которая ни при чем, ни при кем не останавливается, верит в Бога живого. Аллилуйя. Вера, которая творит чудеса. Вера, которая спасает больных и грешников. Вера, которая прорывает всякие стены и отреживает победу. У тебя совершенная Божия вера. Вера, которая от Бога. Даже когда сильнее трудности, даже когда трудности финансов, с работы, недостатки, твоя вера не заялится. Потому что ты не заялится на твою веру. У тебя победоносная вера. Твоя вера прорывается. Аллилуйя. Слава Богу. Я прошу долго и мучительные проблемы и ситуации, но он не сдался. Константин говорит, я знаю, я знаю, я знаю. Другими словами, я полагаюсь на твои возможности. Я знаю, что это выше меня, но не выше тебя, Господь. Я знаю, что это труднее для меня, но не труднее для тебя. Ты создатель. Ты творец. Аллилуйя. Аллилуйя. И сатана меня не победит. Даже при том, что он просил у тебя разрешения. Моя вера не продается. Моя вера не продается ни за что, ни за чем. Не продается. Я не заменю свою веру Бога живого на что-то дешевое. Аллилуйя. Потому что это дорогоценная вера. Это вера, которая исходит от смерти и воскресения с Христа и спасает меня. Аллилуйя. Это вера, которая исходит от послания, что Иисус умеет за меня. Это вера, которая исходит от послания того, что Он воскрес и смертный. Это вера, которая исходит от послания того, что родом Его я исцелен. Я за эту веру не отдам никому. Я за эту веру не продам ни за что. Я за эту веру не похорону за что. Не сдамся, не отступлю. Это вера живая. Это вера сильная. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе Госпо И Петер Бу Вот что Паде говорит Я благодарю Бога за вашу веру Скажите на мне Help me get my glasses Hallelujah Колосианам первая глава Колосианам первая глава Смотрите что Павел опять говорит Он говорит Братьям Находившимся в колосах Святым и верным братьям Во кресе Третий стих Благодать вам И мир от Бога Отца нашего И Господа Сокреса Благодарим Бога И Отца нашего Иисуса Христа Всегда молюсь о вас Четвертый стих Услышав о вере вашей во кресе И о любви к святым В надежде На уготованное вам на небеса О чем вы прежде Слышали В истинном слове благослования Которое пребывает в вас Как и во всем мире Приносит Порт возрастает Как и между вами С того дня Как вы услышали И познали благодать Божию В истине Как и научили От Эпафроса Вослюбленного сотрудника нашего Верного для вас Служителя Христова Халлилуйя Вот Павел приходит Колосса И опять он встречается с братьями И говорит им Я молю о вас Я не перестану молю о вас И я благодарю Бога За вас За вашу веру Я услышал о вашей вере Во кресе И о вашей любви Ко всем святым Завтра мы поговорим В понедельник Мы поговорим О любви Благодаря нас За любовь Здесь он говорит Я услышал о вере Ваше Во креста Иисуса И надежда На уготовленное вам Что? На небеса Вы слышали об этом раньше Но теперь Вы приносите плод И возрастаете Халлилуйя Есть результат Я вижу результат Вашей веры Я вижу плоди Я вижу вашей духовной рост И все это Что я слышал Это факт Это реальность Меня не обманули И я благодарю Господа за вас Я благодарю Господа За работу Эпафроса Что он провел Что учил вас О Святом Духе О Христе И вот плоди Ваша вера Стала известна Всем По всему миру Смотрите Что Павел тоже Он приходит В Эфисии И он Хотел знать Что там тоже происходит Эфисии Первая глава Эфисиана Первая глава Когда мы читаем 14 стиха Он говорит 15 стиха Посему и я Услышав О вашей вере Во Христа Иисуса И о любви Ко всем сетям Та же как Колосса И вера И отношение Люви Ко всем сетям Другими Было здоровое Отношение Было отношение Непринятие Они не говорят О мы колосси А вы кто А вы Вы не с нами А вы то 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 И так Не 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 Это была чистая любовь Чистая вера Настоящая вера Не разделяет Братьев и сестры По признакам Названия церкви По признакам Национальности И по признакам Святого кожи По признакам Святого волоса Глаза Не 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 Признает Иудеи И елинных Потому что Во кресте Нет того Нет другого Все одно Во кресте Иисусе И он говорит Я радовался За вас И благодарю Господа И я Обязательно Не перестану Что Благодарю За вас Бога Вспоминая о вас Молитва Моя Смотрите Павел говорит Рилья нам Я не перестану Молиться о вас Я вспоминаю вас О молитвах моих Колоса Я вспоминаю О вас И Я Моя молитва Я Благодарю Бога За вас Ефи Я благодарю Бога За вас Куденфий Благодарю Бога За вас Филипписа, благодарю Бога за вас Фессалоникиса, благодарю Бога за вас Потому что такова воля Божия То есть Молитва Павела полна Благодарность Он благодарен Бога за каждого Человека с кем он Познакомился, он благодарен Бога За секвей, которую он созидал Он благодарен Бога За служителей, не только это Но он благодарен Бога за нашу веру Которая распространяется Потому что вера наша Когда мы не сдаемся Знаешь, что она отдельная? Она заразительная Она заражает В хорошем смысле Она возбуждает Другие веры Бога тоже Наша вера распространяется И с того дня До сегодняшнего дня Больше стало верующей В мире, чем Когда-то больше людей приходят К Богу Благодаря вере Люди приходят К Богу Благодаря демонстрации Нашей веры Люди спасаются И благодаря проповеди Евангелия Откуда Исходит Вера Божия Всего людей И тогда Все призывающие Имя Господа Спасаются Так же Как они Просят Бога За исцеление За избавление Приходят Когда они верят Поэтому Вера наша Это Драгоценное Благословение Бога Вера наша Оу Это достойно Благодарения Богу И Петер Павел говорит И Риллиан И Колоса И Фессалоникийца Первый Фессалоникийца Второго стиха По четвертый Вторая Фессалоникийца С первого по Третьего По четвертого стиха Та же Он говорит О вере Нашей общей вере Вера Распространялась И когда Павел Эфициан Говорит О вере Он сказал Я молю И благодарю Бога Не перестану Вспоминаю вас Молитва моих Чтобы Бог Господа Начал со креста Отец славит Да вам Духа премудрости И откровения И познать его И дальше Он причесает Что им необходимо Дальше иметь Для окончательной Абсолютной Поведы В их жизни Что вера Недостаточно Но вера Надо Вера надо Но недостаточно Нужен Духа Премудрости Нужен силу Нужен иметь надежду Вера Это 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 начало Но это надо Но они Из своей Простоте Веры Распространяла Христа И я верю Что Ты тоже Можешь это делать Сегодня Я хочу Привести нам Ну Такой Один Пример Пример Евангелия От Скажем Марка Пятая глава Вам знакомы Эта дамочка Женщина Которая Имела Кровотечение За 12 лет И Библия говорит Что Она Услышала Про Иисуса И решила Подойти Поклоняйся И просит У сына Проси Дочь моя При смерти Приди Восложи Руки на нее Чтобы Она Выздоровела И осталась Жива Он верил Что если Иисус Помолится За ее Дочкой Она Выздоровела Это действие Вера Чтобы пригласить Иисуса Нужна вера И сегодня Мы говорим О Иве Мы говорим О его дочке Его вера Распространялась Более 2000 лет назад До сегодняшнего дня И эта вера Актуана Что если Я буду веровать Как я и верил Я могу Получить Те же результаты Как он получил То есть Жизни Восвращение жизни Дочери Восвращение жизни Кому-то Или чему-то И поэтому Мы увидим Что Это Человек Поверил Обратиться к Иисусу Иисус С ним идет И за ним Следовало Минозжество Народ И стеснили его И женщина Одна Которая Страдала Тоже Кровотечение 12 лет По словам Библии Она Потерпела От Многих Врачей Истощила Все Что было У нее И не получила Никакой Ползи Но Перешла Еще В худем Состоянии Услышав Иисус Подошла Сзади Народ Прикоснула Края Одежды Его Результат Она Выздоровела Через Прикосновение Края Одежды Иисуса Иисуса Иисус Сказал Кто-то Прикоснулась Ко Мне И Она Призналась Я хочу Обратить Внимание На Маленькие Детали Здесь Она Ходила К врачам Потому Что Она Верила Что Там Что Вы И Она Не Глупая Она Продала Свои Вещи И Стощила Все Верила Что Поможет Но Не Помогло Она Страдала И Она Была Готова Отдать Все Для Восстановления Сво Здоровья Для Восстановления Здоровья Мы Готов Отдать Все Для Восстановления Здоровья Детей Мы Готов Отдать Все Иисус Здоровье Отдать Все Почему Мы Верим Что Мы Должны жить. Мы знаем, что болезнь это плохая и болезнь может убить, уничтожить жизнь человека, парализовать деяние человека. Поэтому мы всегда идем в бою против болезни и зла. И это есть действие нашей веры. Мы не хотим умереть. Это действие веры. Мы что-то хотим. Хорошие не болезни. И она верила и врачам, и всем, но ничего не помогло. Но когда услышав Иисусе, перенаправила свою веру ко Кресту. И до тех пор мы говорим о ней. И до сегодняшнего дня мы говорим о ней. Ее вера стала заменитой. Заменитой. И сегодня невозможно проповедовать полное Евангелие и не включать ее ситуацию, ее свидетельство, ее переживание, ее страдание, ее мучение. И как она вышла из этого положения кровотечения девяностолетней. Ни один здравый проповедник или служитель не может сказать, я проповедую всю Евангелие и не говоря об этой женщине. Как она страдала и мучила. И продала все. И как потерпела много от врачей. От врачей. С того времени и до тепла люди терпят боль от врачей. Терпят многие. Я не говорю, что врачи плохие. Нет. Есть хорошие врачи. Но вера Господа. Вера на Господа. Вера на Господа. Ни на лекарство, ни на врачей. Без Бога ни один врач не может лечить тебя. Ни одно лекарство не поможет без Бога. И поэтому она прикасала к Иисусу. Она ничего не тратила. Она просто прикасала. Но она сказала себе я это сделаю. И получила результат. В это же время, когда она пережила свое исцеление, сообщение приходит от дома Яила. Но утруждает учителя. Дочка твоя уже умела. Все конец. Иисус обращает внимание к нему и говорит не бойтесь. Только вера. Смотрите, до этого Иисус говорит женщине вера твоя спасла тебя. А он смотрит боку его стоит Иаил. Иаил не может радоваться за исцеление этой женщины. Он думает о своей ситуации. Он думает о своей дочери, которые только что они сказали. Она умела. Он не может радоваться за победу этой женщины. Победа ее в вере. Он думает о своей вере. Что мне делать? И вместо продолжения веры Иисус видит, его вера тонет. Его вера разрушается. Он только что видит, как вера одного человека творила чудо, дала победу. но его вера уже не дрожит за канатой чтобы продолжать идти. Хотя Иисус не отвернулся от него и не сказал раз она умерла значит все до свидания мы опоздали. Нет Иисус продолжает с ним идти. Что Иисус начал делать? Вытягивать его из этого и поднимать его веру и говорить не бойтесь. это сильное слово не бойтесь только вер и ты увидишь то же что ты замечал только что у этой женщины. Он привез сюда домой и конечный результат мы знаем он не перестал верить Иисус взял его в комнату там где его дочка и воскресил ее. Сказ Талифа куми тебе говорю дочка стань она встала и проседая ей коща. Хочу чтобы мы знали что Слава Боже дает нам понять сегодня твоя вера твоя сила твоя вера твои чудеса когда ты сдался на веру свою ты сдался на чудо которое должно произойти в твоей жизни и тел сатане чтобы мы перестали верить поэтому он через проблемы и трудности иногда они дляся долгое время но побуждаю вас не переставай верить не переставай благодарить Господу за твою собственную веру за веру других братьев и сестры за веру верующих не переставай за те которые распространяют благодаря Господу за те которые распространяют Евангелие Христа и вера рождается с самими многими людьми вера это сила и сегодня я хочу чтобы мы помолились прежде скажи Господь спасибо за мою веру вера которую я приобрел через Евангелие моего Господа Христа вера которую приобрел через Его смерть и воскресенье через это послание вера которую я обрел что ранам Его я исселен Господь я благодарю Тебя за эту веру я знаю что эта вера меня дает силу меня дает силу сейчас и с этой силою я пройду до конца дни мои и я скажу подвиг добрый я подвязался и теперь меня ждет венец славы халлилуйя Господь именем Иисуса святой верой я молюсь за свою семью я молюсь за свои детей я не перестану идти путем веры как Иои да чуть-чуть начал падать но ты поднимал его поднимай поднимай там где я слав как это мужчина сказал помоги мне моей невере помоги там где слава вера но чтобы я стал синий и я всегда буду благодарить тебя я молюсь чтобы моя вера не прекратила творить чудеса спасение исцеление освобождение восстановление обновление подкрепление во имя Иисуса Христа амин 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 аллилуйя дорогие мои я благословляю вас мы с вами продолжим эту тему понедельник восемь часов пусть эти выходные наполнятся многие события которые позволят вам сказать спасибо тебе Господу за мою веру халлилуйя халлилуйя я люблю вас и благословляю вас но завтра в это же время хочу поговорить с вами немножко о ретритах есть что-то я хочу чтобы вы знали слово от Бога пророческое слово от Бога касающее ретрита о не пропускайте пригласите ваши друзья перепост делайте и сегодняшние передачи люблю вас благословляю вас и увидимся с миром Божьим и подсчет я покажу что-то покажу что-то я покажу что-то покажу Продолжение следует...